Здравствуйте, уважаемые зрители видеоканала Планета Дзюдо. Я Роман Карасьев. И сегодня я хочу поговорить по большей степени с теми, кто приводит своих детей на занятия различными видами боевых искусств, ну, в частности, дзюдо, самбо, айкидо, карате и так далее. Мой опыт практических занятий и изучения боевых искусств, в частности, дзюдо, составляет более 30 лет, точнее, с 1985 года. С 1997 года я преподаю различные физические упражнения, в частности, преподаю дзюдо. И в 1998 году создал школу комплексного развития, которая называется Рока Дзюдо. И сегодняшняя беседа, сегодняшнее мое выступление, скорее так назовем, будет касаться вопроса, есть ли вообще необходимость родителям приводить своих детей на занятия боевыми искусствами, дзюдо, в каком возрасте вообще можно начинать заниматься боевыми искусствами? Скажу вам сразу, что мой опыт основан на, точнее, мое мнение основано на личном опыте. Он связан с тем, что у меня трое детей. Они уже достаточно взрослые. И я в свое время решил, так же, как и многие родители, привлечь их внимание к регулярным систематическим занятиям физической культуры. В какой-то степени, возможно, моим детям повезло, потому что я обладал некоторыми знаниями в этой области и смог привлечь их внимание. Опять-таки хочу сказать, как я привлекал их внимание. Уже на тот момент у меня был клуб дзюдо. И я, соответственно, приходя на занятия, уже когда мои дети могли самостоятельно передвигаться, это в возрасте где-то трех лет, я их брал с собой на учебные занятия. И там они сидели, смотрели. И таким образом постепенно, постепенно они, так сказать, включались в общий процесс воспитания в области физической культуры. Конечно же, моим основным направлением это было дзюдо. Через дзюдо я пытался показать все положительные стороны занятия физической культуры. Помимо этого, я бесспорно не отказывался от других средств и методов. В частности, это и велосипедная езда, и прогулки, и лыжи, и хоккей в зимний период времени, и футбол, и различные подвижные игры, и поездки в походы. То есть, двигательная активность была в высшей степени развита. И так я пытался, опять-таки, не то, что я хотел заставить моих детей заниматься, а я пытался своим примером, потому что я все это делал сам, пытался привлечь их внимание. Они, будучи детьми, конечно же, смотря на меня, тоже пытались повторять то, что я делаю. В результате таких систематических, регулярных, с моей стороны, показательных, так назовем, выступлений дети откликались, мои дети, и по истечении какого-то периода времени они уже стали полноправными, так сказать, членами общества дзюдо, они стали изучать технику, и постепенно-постепенно дошли до определенного уровня в освоении этой техники. Конечно же, моя задача не стояла в полной мере, так сказать, цель, цели полагания не было воспитания чемпиона среди моих детей. Я, в принципе, и ни одного из своих воспитанников никогда не было у меня цели, чтобы они стали чемпионами, имеется в виду в соревновательных каких-то поединках. Моя цель была это привлечь их внимание к физической культуре, разносторонне их развить, и тем самым дать им возможность увидеть в физической культуре хороший инструмент для поддержания максимально эффективной работоспособности всего организма. Итак, мои дети практически прошли так называемую школу дзюдо, школу физического воспитания через дзюдо, и на протяжении, в общем, можно сказать, от трех до где-то 17-18 лет, пока не закончили школу, систематически занимались дзюдо. Сразу скажу, что, конечно же, бывали периоды, когда мои дети каким-то образом, ну, так называемое, приедалось, что ли, им систематическое посещение занять дзюдо. Хотя я еще хочу сказать, что мои занятия не были, еще раз сказать, что не были целенаправлены на соревнования, а были, имели цель общее развитие. Но даже это иногда бывало немножко, так сказать, ну, как не затормаживало, а утомляло лично моих детей, и они не видели, ну, какого-то такого, в какой-то период времени интереса. Но я, используя педагогические навыки свои, пытался объяснить им, опять-таки, на своем примере, так как я регулярно практикую дзюдо, и они все-таки опять начинали практиковать. Но пришел период времени, когда пришел выбор продолжения учебы. Конечно же, система образования очень требует тщательного внимания и концентрирования к определенным видам деятельности. И один ребенок вырос, пошел в университет, другой ребенок стал продолжать изучать другие науки и так далее. Но в любом случае, конечно же, как мне кажется, любовь к физической культуре им была заложена с моей стороны. И они какие-то формы физической культуры все равно продолжают использовать. Может быть, это не связано с дзюдо, но прогулки, игры, велосипедные прогулки, походы, они используют. Может быть, пройдет период времени, когда они вернутся в дзюдо. Как говорили многие мастера, что боевых искусств должно пройти какое-то время для осознания тех положительных сторон, которые приносят для человека занятия боевыми искусствами. Я думаю, что это время настанет, и дети мои, уже будучи взрослыми, может быть, опять вернутся и разовьют в себе дальше те качества и способности, которые можно развивать через практику боевых искусств, тем самым улучшая свое здоровье и для активного долголетия. Теперь я хочу вернуться к тому вопросу, который был в начале, с какого возраста, опять-таки, стоит начать заниматься и вообще стоит ли заниматься. Как я сказал, что мои дети пришли с самого раннего возраста, потому что я был их мотиватором, точнее, примером. Но зачастую многие родители не всегда являются примером для занятий. И зачастую пытаются не олицетворять собой именно физическую культуру. То есть они пытаются через детей реализовать какие-то свои амбиции, которые они не реализовали, и таким образом двигают, толкают детей. И детям, может быть, это не нравится, но их все равно подталкивают. Я думаю, что такой подход не совсем хороший, потому что все-таки мы тогда достигаем максимального результата в любом обучающем процессе, когда желание идет изнутри. Да, соглашусь, что у ребенка в 3 года не всегда есть желание изнутри, или в 5 лет, или в 7 даже, или в 10, изнутри идти и заниматься, допустим, дзюдо. Но это не значит, что мы должны его заставлять туда идти. Возможно, можно начать с каких-то самых элементарных физических упражнений. Но еще раз скажу, что эти упражнения с детьми с маленьким возрастом можно делать и самостоятельно родителям. Это элементарные прогулки в парке, прогулки на лыжах, прогулки на велосипеде, игры с мячом, какие-то подвижные игры, в походы ходить. То есть, таким образом, через родителей ребенок видит, что на самом деле занятия физической культурой, активная жизненная позиция, двигательные действия, они хороши, потому что ребенок видит, что делает родитель, и пытается повторять за ним. Но когда происходит наоборот, когда ребенок видит, что родители, ему говорит, что вот, ты должен идти заниматься дзюдо, футболом, баскетболом, но ребенок видит, что сам родитель, как говорится, ни черта не делает в этом направлении, и даже зарядку утром не делает. Знаете, когда там, вот, ты почему зарядку не делаешь каждое утро? Ну, у ребенка может возникнуть вопрос, ну, хорошо, а зачем мне делать, если ты тоже не делаешь зарядку? Значит, если ты не делаешь зарядку, ребенок задает вопрос сам себе и родителю, то какой тогда от него смысл? Значит, зарядка неэффективна. Есть случаи, когда родители ведут, так называемый, совсем не физкультурный образ жизни, но в свою очередь пытаются ребенка толкать в физкультуру, толкать в спорт, говоря, что это хорошо. Но ребенок видит обратную сторону, видит, что спорт, физкультура, это не совсем хорошо, можно, в принципе, и обходиться ничего, так сказать, не деланием, так скажем, в кавычках, и заниматься другими не совсем хорошими для здоровья вещами. Поэтому это можно, конечно, таким образом его притянуть, заставить, но я думаю, что это хорошего, наверное, результата не даст. Поэтому мои рекомендации для родителей – это личный пример. Личный пример, как можно привлечь внимание ребенка к систематическим занятиям. Чем-либо и в том случае, и в том числе физической культурой и дзюдо. То есть, вот, допустим, когда я пришел в дзюдо в 1985 году, это мое личное желание было, но мне порекомендовал отец выбрать себе какой-то досуг внешкольный, где бы я мог дополнительно себя в чем-то проявить. И это могло быть, не обязательно физкультурой могла быть и музыка, и рисование, и, в частности, то, что я выбрал из физической культуры, спорт. В принципе, на тот момент я был достаточно активный, я всегда играл во дворе в футбол, всегда подвижные игры были, всегда активный был, то есть двигательной активности во мне было достаточно. А вот именно, чтобы чем-то углубиться в какой-то вид именно физической активности, в частности, дзюдо, я вот, это было случайно, это внутреннее такое появилось желание, и я загорелся этим, и я благодарен, что мне попался учитель, мой первый хороший Владислав Владимирович Петров. Я пришел в спортивное общество «Динамо» в Москве, и когда мой отец увидел, что я заинтересовался в дзюдо, он стал поддерживать меня. Каким образом? Он тоже стал приходить на занятия, он тоже стал вникать в суд происходящего, периодически даже выходил на татами, и только потом уже, когда я немножко стал подрастать, он мне сказал, что в юные годы он тоже занимался самбо. И тем самым он не навязывал мне самбо, но он так ненавязчиво подтолкнул меня к выбору какой-то физической активности, и потом сам стал поддерживать это мое желание своим участием. Хотя он был не педагог, он военный человек, но он вот таким образом меня мотивировал к занятиям. Конечно же, у меня тоже были свои, так сказать, заморочки. Были периоды, когда я не хотел заниматься, и в эти периоды мне отец говорил, что все-таки надо завершить процесс обучения, так сказать, дозаниматься до конца школы, пока я не закончу школу, а потом я могу сделать свой выбор, куда я пойду учиться дальше, или продолжу спортивную карьеру, или пойду по другим стопам изучать другие ремесла, так назовем. Поэтому, возвращаясь к нашему опять разговору, как должны влиять родители на ребенка, то здесь нужно, конечно, быть очень таким внимательным. Все-таки мы, родители, мы должны... Наша необходимость – это а, это сохранить здоровье ребенка, максимально раскрыть его потенциал, указывать ему какие-то векторы, направления, и в то же время быть примером. Быть примером, потому что ребенок, он все видит. И, по моему опыту, ребенок замечает то, что порой не замечает родитель. Ребенок видит все те, так сказать, пятнышки, которые могут высвечиваться на родителях. Зачастую ребенок не говорит об этом родителю, но внутри он откладывает некие такие для себя помедочки на полях, что вот мне говорят так, а сами делают так. Поэтому давайте, родители, не будем ханджами, так сказать, лицемерами по отношению к нашим детям, и будем стараться все-таки своим примером указывать, потому что пример, он, как говорится, заразителен. И если этот пример положительный, то в любом случае, даже если будет какой-то временный, на мой взгляд, спад где-то в занятиях физической культуры, какой-то двигательной активностью, все равно придет время, когда ребенок, все-таки осознав, придет опять к пониманию, что физическая культура никогда человеку не вредила. Добавлю, что, как я говорил про своего отца, что мой отец регулярно занимался и в молодые годы, и в будущем военным человеком. Ну, были периоды, когда он приостанавливал какую-то активную физическую деятельность, да, в области там занятий каких-то, но регулярно делал гимнастику, зарядку, а уже выйдя на пенсию, опять я включился в практику физической культуры и вернулся, так сказать, в свою молодость. Поэтому у меня перед глазами всегда был и остается пример отца, как человека, который до сих пор в возрасте 77 лет продолжает активно использовать методы физической культуры. И я это вижу, что это, значит, для меня есть, как говорится, маяк впереди, куда я могу двигаться, что это большой плюс. Тем самым и мои дети это видят, и окружающие. Конечно же, занятия физической культуры не подразумевают отвлечение от каких-то других интересов. Это не значит, что я не должен больше ничего делать, там имеется в виду какая-то другая деятельность или какие-то другие виды искусства изучать, там музыку и так далее. То есть это, наоборот, дополняет и расширяет человеческую жизнь и делает ее, на мой взгляд, очень такой качественной, насыщенной. Поэтому есть еще такое понятие, как созревание. Мы знаем, что есть, допустим, в растительности, да, плод, или даже в живых организациях созревание плода. То есть это некий момент, когда уже что-то готово к чему-то. Это же касается и ребенка, как на этапе совсем зародыша развития, когда он созревает в утробе матери, потом появляется на свет, и продолжается его дальнейшее созревание для того, чтобы он начал ходить, потом бегать и так далее. То есть у каждого ребенка есть, конечно, определенные стандарты, уже которые выработали медицину, увидела, что есть определенные временные стандарты созревания. Но все-таки они приблизительно одинаковые. И таким образом, естественным путем, ребенок, созревая, он плавно входит в следующий этап. То есть не должно быть форсирование во всех отношениях, форсирование в обучающих процессах, форсирование в спортивной тренировочной деятельности, форсирование в каких-то других вещах. То есть созревший плод, он только тогда будет давать максимальные качества свои, то есть плод будет давать тогда максимальные свои качества, когда он будет созревший. То есть мы, конечно, можем сорвать яблоко зеленое, да, мы будем его кушать, но оно будет немножко, может быть, горчинкой, кислинкой. Но стоит подождать какое-то время, и это яблоко, плод созрев, оно само ляжет нам в руки, и оно будет максимально насыщено своими вкусовыми и питательными качествами. Также и человек, и в том числе и ребенок, он дать ему возможности созреть, но при этом быть рядом с ним, знаете, как хороший садомник. Он помогает деревьям, то есть он не мешает им созреваться, он им просто помогает. Он, если есть необходимость, где-то подставит, так сказать, палочку-опору. Также и родитель, где-то встать рядом, поддержать чем-то. Садомник польет деревце, если это необходимость. Также и родитель, он может что-то посоветовать, что-то подсказать, пообщаться. И таким образом дерево растет и приносит хорошие плоды. Созревает дерево, созревает плод. Также и ребенок. Созрев, он наполнится всеми необходимыми качествами. И он, соответственно, будет выбирать наиболее качественные для себя виды деятельности. Не будет перегибов никаких. Будет все идти в соответствии с природой. Это немаловажно. Потому что человек – это часть всего живого. Это часть природы, часть мироздания. И мы можем вмешиваться в постройку дома. Да, там кирпичи мы кладем. Это все как бы неживые объекты. Там что-то построить автомобиль. Мы можем чуть быстрее начать строить. Но даже, и вы, может быть, согласитесь со мной, что даже если не следить за, так сказать, созреванием одного этапа, переходящего в другое, это в том числе при, допустим, сборке автомобиля, когда мы где-то форсируем какой-то этап, то есть еще не собрана здесь, еще не подсохла краска, мы начинаем что-то делать другое, когда еще здесь, как говорится, не созрело. И в итоге, да, автомобиль, может быть, будет собран, но он, в конце концов, не доедет до потребителя или как-то будет все время ломаться. Но все-таки живой организм, он более сложный, чем вот такой вот неживой организм, как вот эта скамейка, на которой стяжу, или стена сзади меня. Здесь можно где-то форсировать, но еще раз говорю, даже если несозревший, любой объект несозревший, он всегда, рано или поздно, будет давать какие-то трещины. Если мы что-то будем пытаться еще к нему наращивать, так же и человек. Поэтому, уважаемые родители, если вы решили, что для вашего ребенка и в первую очередь для вас двигательная активность, физическая культура немаловажны, то в первую очередь вы сами показываете это. Получается, мы как солнце, мы светим, и все вокруг освещается. Также здесь родитель светится положительными эмоциями, положительными, так сказать, действиями положительными. Родитель занимается физической культурой. И рядом с ним, кто находится, ребенок и так далее, так или иначе тоже будут вовлекаться в это. И так совместно можно идти и двигаться в этом направлении. Так что будьте не примером, а будьте солнцем для своих детей. И тогда ваши дети смогут спокойно и благополучно созревать для определенного вида деятельности и всегда быть жизнерадостными. Занимайтесь дзюдо, занимайтесь физической культурой, изучайте, практикуйте. Если есть вопросы у родителей, если у слушателей, кто увидел это видео, есть вопросы какие-то, может быть, я что-то недообъяснил, может быть, что-то недорассказал, может, в моем разговоре вы увидели какие-то ошибки, недочеты, пожалуйста, пишите в комментариях, я всегда буду рад пообщаться на эту тему, потому что Общество изучения боевых искусств планеты дзюдо и наш канал YouTube создан именно для того, чтобы мы могли общаться, чтобы мы могли находить точки соприкосновения и пытаться совместными усилиями идти к благополучию и процветанию общему, всеобщему. Так что спасибо за внимание, с вами был Роман Карасьев и вы смотрели видеоканал Планеты дзюдо.